Какими будут технологии человечества в 2023-м? Давайте посмотрим на прототипы и направления, которые кого-то точно удивят, а кого-то, может быть, наоборот расстроят и заставят подумать о том, куда же катится этот безумный, безумный, безумный мир. Начнём с нашумевших отраслей и закончим самыми убойными. Поехали! Квантовые вычисления. В сфере создания квантовых компьютеров в 2023 году может произойти сразу несколько значимых событий. Ожидается, что именно в этом году появится первая коммерческая модель квантового компьютера. Компания Fujitsu и научно-исследовательский институт Raiken планируют начать коммерческий выпуск квантовых компьютеров в 2023 году. Этот компьютер будет гораздо мощнее Frontier, самого быстрого на сегодняшний день суперкомпьютера производства Hewlett Packard. Компьютер Fujitsu имеет 64 кубита, это основная единица информации в квантовом компьютере. У Google всего 53 кубита. А учёные Сасекского университета в 2022 году предупредили, что квантовые компьютеры могут взломать алгоритм шифрования, который используется в сети биткоина. Это довольно давно вызывает переполох в блокчейн-сообществе, поэтому они уже сейчас создают новые криптовалюты и блокчейны, которые были бы устойчивы к квантовой технологии. Как сказал основатель эфириума Виталик Бутерин, для каждого криптографического алгоритма, который могут сломать квантовые компьютеры, мы найдём замену, которую квантовые компьютеры сломать не смогут. Нейросети и Data Science В 2022 году соцсети заполонили красивые картинки, которые создали нейросети. Кажется, теперь можно в два клика нарисовать всё, что угодно. Генерация изображений при помощи нейронки превратилась в отдельное художественное направление. Специалисты идут сначала в одну нейросетку, генерируют там, затем полученный результат перекидывают в другую нейросеть. Появляются целые рабочие пространства с многоуровневой структурой, в которых можно задействовать разные нейросетки, подключать их друг к другу. Можно взять персонажа, при помощи одной нейросетки убрать у него фон, при помощи второй преобразовать его в 3D и потом при помощи третьей его как-то стилизовать. Можно скормить нейросети картинку, а она скажет, каким промптом её можно получить, то есть сделать реверс-инжиниринг. Промпт — это как раз детализованный запрос, часто большой сложный текст со своими ключами и определенным синтаксисом. Составление промпта тоже стало своего рода профессией или даже искусством. А можно сделать проще — вместо текстовых запросов в поисковую строку программы просто вставить ссылки на два изображения в формате JPEG. И искусственный интеллект смешивает два разных изображения в одно. Соединяются картинки во всем — цвета, композиция, детали, образы и стили. Есть и трудности взросления. Вот, например, руки не всегда удаются. Но учитывая скорость развития нейросетей, похоже, и это скоро будет не проблема. Уже есть разработки и для работы с видео. Вот это — кадры от корпорации Meta — результат работы нейросети, которая превращает загруженное изображение в видео. Исходный файл интегрируется с выученными видеороликами. В результате картинка начинает двигаться примерно так, как это и положено изображенному предмету. Кажется, что нейросети нехило оттяпают рабочие места у людей. Да что там у людей? Нейросети уже отбирают работу друг у друга. Помните, были новости, что нейросети научились создавать настолько реалистичные дипфейки, что распознать их очень сложно. Так вот, проблему решили — при помощи другой нейросети. Компания Intel представила нейросеть FakeCatcher, которая распознаёт дипфейки с точностью до 96%. О дипфейках подробнее в другом нашем выпуске. Аккумуляторы. Автомобильная промышленность сейчас потребляет чуть больше половины всего добываемого в мире лития. Одна батарея в среднем требует 8 килограмм этого металла, при том, что его ежегодное производство составляет 100 тысяч тонн. Считается, что тенденция по переходу на электротранспорт защищает экологию. Однако, отказавшись расходовать один невозобновляемый ресурс — нефть, человечество пересаживает на другой, тоже легко исчерпаемый. Тем более, что ни о какой экологичности добычи лития речи вообще не идёт. К примеру, для получения тонны металла требуется более двух миллионов литров воды. Что же касается переработки литий-ионных аккумуляторов, то тут тоже большой вопрос. От утилизации литий-ионных аккумуляторов одни проблемы и очень мало выгоды, но с такими мировыми объёмами производства без их переработки скоро нельзя будет обойтись. Лучше всех на данный момент научился извлекать выгоду из утилизации Китай. Из литий-ионных аккумуляторов китайцы добывают литий больше всего, никель и магний — среднюю долю, кобальт меньше всего. Конечными продуктами обычно являются химические соединения сульфат кобальта, сульфат никеля или карбонат лития. На данный момент кроме лидирующего Китая перерабатывают литий-ионные батареи в гораздо меньшем объёме в Южной Корее, Европейском Союзе, Японии, Канаде и США. Посмотрите на эти два графика. Слева — объёмы поставок аккумуляторных элементов, справа — способности рынков к переработке. Из этих прогнозов видно, что переработка глобально не успевает за производством. Судя по всему, скоро большинство батарей развитые страны будут на переработку сдавать Китаю по всем традициям глобального мусорного колониализма. Об этих особенностях мировых потоков отходов мы рассказывали в другом выпуске. А сейчас продолжим про аккумуляторы. Может быть, именно 2023 год обещает революцию технологий аккумулирования энергии, и мы наконец-то распрощаемся с литиевыми элементами питания? Давайте посмотрим не на откровенные пустышки, которые создаются с целью освоения денег инвесторов, а на реальные разработки гигантов аккумуляторной индустрии — CATL, Murata, Panasonic совместно с BMW, Toyota, другими крупными концернами. Начнем с разработки вот этого пожилого человека, которому в 2022 исполнилось 100 лет. Джон Гуденов получил Нобелевскую премию по химии в 2019 году за литий-ионные батареи, которые мы сейчас используем в смартфонах. И теперь он избавит свое детище от взрывоопасных дендритов с помощью квантового стекла. Решение было найдено в 2017 году. С тех пор изобретатель с помощью Panasonic и Toyota добился воплощения своей теории на практике. Он разработал квантовое стекло в качестве электролита. Этот материал легирован щелочными материалами, таким образом аккумулятор избавлен от взрывоопасной проблемы остроконечных дендритов, а значит, его можно заряжать так быстро, как это только позволяет физика. Аккумуляторы с квантовым стеклом Гуденаффа будут выпускать Quantum Space. Есть и другие разработки. Китайский аккумуляторный гигант CATL изготавливает твердотельные прототипы кремниевых и графеновых ячеек. А еще тестируют натриионные, они уже готовы. Натриионные батареи были представлены в 2021 году, их релиз намечен на 2023. Они представляют из себя твердый углеродный анод и катод из оксида металла. Натрий в сотню раз проще добыть и дешевле, чем литий. Его ионы крупнее литиевых, у них меньше емкость, чем у литий-ионных, но они дешевле и стабильнее в морозы. Вместо кобальта и никеля применяют железо и марганец. Есть еще разработки кремниевых, графеновых и композитных электродов. Коммерческие образцы электродов на основе кремния готовы, а графеновые ожидаются до 2025 года. Они заменят графитовые аноды в существующих литий-ионных электрохимических системах. Аноды с кремнием способны хранить энергии в 20 раз больше, чем традиционные графитовые. То есть кремниевые и графеновые аккумуляторы CETL способны дать реальную емкость в 20 раз больше, чем современные литий-ионные батареи. Есть еще жидкометаллические кальциево-сурмянистые, которые могут стать заменой свинцово-кислотным АКБ. Первые образцы уже ставят на солнечные и ветряные электростанции, а массовые, коммерческие образцы будут тестироваться как раз в 23-м. Их назначение — стационарное хранение энергии. Они имеют жидкий кальциевый анод, жидкий катод с частицами сурьмы и расплавленный солевой электролит. Они дешевле и безопаснее литий-железофосфатных и литий-титанатных. При этом дольше служат и не требуют обслуживания, в отличие от свинцово-кислотных. Есть еще ультраконденсаторы или ионисторы. Они уже давно применяются там, где нужно быстро отдать максимум энергии с большим током. Их КПД до 98%. Такие конденсаторы вместо литий-ионной батареи, например, ставят в премиальные автомобильные видеорегистраторы. Они дольше служат, а еще не могут загореться в условиях экстремального перепада температур. Ультраконденсаторы вмещают больше энергии при тех же размерах, что и у обычных конденсаторов-накопителей. Их технология основана на принципе вертикально ориентированных углеродных нанотрубок. Ее используют многие американские стартапы, пытающиеся ускорить быструю зарядку электромобилей. Дороговизна таких систем пока не позволяет им стать массовыми, но в определенных нишах они займут место уже в 2023. Кто-то скажет, что о многих похожих разработках регулярно слышно уже лет 15, но вечная батарейка никак не выйдет в продажу, это и есть самый что ни на есть глобальный заговор. И будет не совсем прав. На самом деле технологии внедряются регулярно. Как раз быстрая зарядка большинства телефонов и есть видимый результат подобного улучшения литий-ионных аккумуляторов. Или вот из недавних примеров, Xiaomi и Huawei. Они ставят литий-ионные батареи с кремниекислородным анодом вместо обычного графитового, как у всех остальных. И лишь в определенных, флагманских, дорогих моделях. Эти технологии начинали исследовать 6-7 лет назад. Вот сколько времени понадобилось на коммерциализацию. Еще один пример продолжительного срока на коммерциализацию технологии. Вот такие солнечные панели нового поколения из титанита кальция. Кировскит, открытый почти 200 лет назад, только недавно стал рассматриваться как перспективный элемент для создания дешевых и эффективных солнечных элементов. Этот минерал встречается на Земле редко, однако в начале 2010-х ученые смогли создать его синтетический аналог – титанит кальция. Известный журнал Science даже включил пировскит в топ-10 прорывных изобретений 2013 года. И вот прошло с десяток лет, и технология наконец-то начинает добираться до промышленного производства. Не так давно солнечный элемент из двух пировскитных слоев достиг рекордной эффективности в 27%. Это разработка ученых из США и Канады, в которой каждый из двух слоев пировскита поглощает свою часть спектра. Другой коллектив, ученые из дочерней структуры Оксфордского университета, тоже добились похожих результатов. Пока это технология, при которой на кремниевую основу наносится слой пировскита. Однако со временем разработчики рассчитывают, что кремниевый слой можно будет удалить полностью. Мировая премьера солнцезащитной установки с пировскитными солнечными модулями состоялась в польском Люблине 24 августа. Компания Sol Technologies запустила первую установку с фотогальваническими жалюзями – солнцезащитными экранами с пировскитными солнечными элементами. Китайцы тоже не отстают. В 22-м году китайский производитель пировскитных элементов MicroQuanta Semiconductor начал строительство наземной солнечной электростанции мощностью 12 МВт. Ну и закругляясь с энергетикой, давайте посмотрим на вот такую небольшую батарейку из песка в Финляндии. Она выглядит как высокий 7-метровый бункер, внутри которого находится около 100 тонн низкосортного песка. Он хорошо подходит для энергосбережения благодаря высокой теплоемкости. Песок, как и камень, медленно нагревается и также медленно остывает. Тепло поступает от источников возобновляемой энергии – ветряков и солнечных батарей. Песок нагревается до 500-600 градусов Цельсия и удерживает эту температуру несколько месяцев. В холода накопленное тепло используют для отопления домов. На фоне предыдущих новостей это, конечно, совсем непрорывная технология, но, согласитесь, грамотно они там в Финляндии это реализовали. Робототехника Домашним роботам-помощникам уже мало кого удивишь. Однако постепенно они совершенствуются и становятся все более универсальными. Если раньше они были скорее игрушками, то теперь действительно берут на себя роль помощников. Ярким тому примером является робот-бот-хэнди от Samsung. Он может собирать белье, приносить напитки, загружать посудомоечную машину, наливать вино и даже накрывать на стол. Дроид оснащен мощным искусственным интеллектом, который позволяет ему распознавать предметы и даже материалы, из которых он выполнен, чтобы рассчитывать силу захвата. Но не только мирными разработками отличилась мировая робототехника. Военные машины тоже поражают воображение. Созданный израильской компанией Elbit Systems беспилотник можно запускать вручную или с мультикоптера. Он способен нести несколько дронов камикадзе и предназначен для поражения целей в зданиях и тоннелях. Дрон камикадзе также может создавать трёхмерные карты местности, а программное обеспечение, созданное на основе искусственного интеллекта, позволяет ему классифицировать цели. Однако производители предупреждают, что любая техника может давать сбои, и при проведении точечной ликвидации, например, это может обернуться трагедией. Поэтому представители Elbit отметили, что кнопку ликвидации в конечном итоге всё равно нажимает солдат. Искусственное мясо. Стартапов в этой области довольно много. А вот это уже реальный промышленный результат. Израильская компания Redefine Meat создала 3D-принтер, который печатает мясо. В сутки он может распечатывать 15 тонн продукции. Причём можно настраивать степень жёсткости и даже разный процент жира в искусственных стейках. Принтер создаёт три составляющих мяса – мышцы, жир и кровь, в результате чего его сложно отличить от настоящего. Ингредиентами служат нут, соя, горох, свёкла, пищевые дрожжи и кокосовое молоко. В общей сложности у компании уже 8 мясных принтеров – два в Израиле и шесть в Нидерландах. В настоящее время компания работает над тем, чтобы ещё больше приблизить структуру и вкус искусственного мяса к натуральному. Нейроинтерфейсы Вроде бы чипированием должен был заниматься Билл Гейтс, однако Илон Маск его опередил – он уже отчитался об успехах стартапа Neuralink на соответствующей конференции. В видео компьютер при помощи чипа превращал нейронные импульсы в данные. С их помощью обезьяна могла печатать текст. Даже набрала осмысленное сообщение «Можно мне, пожалуйста, вкусняшек?» Следующая цель – вживление чипа в мозг человека. Как раз-таки в 2023-м этим собираются заниматься. Стартап уже подал большую часть документов регуляторам, чтобы те разрешили испытания чипов на людях. По словам Маска, инженеры хотят сделать всё максимально безопасным, а также чтобы сам чип без проблем прижился и не отторгался человеческим организмом. Одна из основных задач Neuralink – помочь людям с ограниченными возможностями. Чипы позволят вернуть возможность общаться парализованным людям. Также стартап работает над глазными имплантами, которые вернут зрение, и над чипами, которые можно вживлять в спинной мозг, чтобы вернуть подвижность конечностей. На самом деле, подобные разработки есть не только у Илона Маска. В Техасе ученые создали инвалидную коляску, которой парализованные люди могут управлять силой мысли. Некоторые добровольцы достигли 98% точности после курса обучения. Парализованные люди контролировали направление коляски мыслями о движении частей тела. Например, думали о руках для поворота налево или о ногах для поворота направо. Компьютер считывал нейронные сигналы добровольцев и превращал их в команды для коляски. Правда вот, понадобится всё это человечеству в 2023-м, если его ждёт пугающий многих ядерный апокалипсис. В последнее время мировые сводки дают, мягко говоря, очень много поводов для тревожных людей задуматься над этим. Но об этом у нас будет отдельный выпуск. Подписывайтесь на уведомления, чтобы его не пропустить. Пожалуй, будем закругляться. Направлений и технологий, конечно, ещё много, но ведь и ваше время не резиновое, верно? Пишите, как вам всё это? Чего больше, пугающего или вдохновляющего? Благодарим за просмотр и до встречи в следующих выпусках на нашем канале.